Субтитры сделал DimaTorzok Так почему-то я ее не вижу Что за... Сейчас еще чатик верну обратно Так, вот будет в самый раз Так Ну, собственно, да, я вижу, что тут Все происходит именно так, как происходит Сейчас попробуем вернуть игру Так Вообще, по идее, должно отображаться Но почему-то он Не хочет видеть упор на игру Это очень хреново Хорошо, мы это сделаем другим образом Так Окей Хрен с ним Это будет вот так И теперь Вот так вот Все В общем, как-то вот так это все будет Надеюсь, что в целом нормально И все будет окей Так Что у нас здесь Все отлично Начну, наверное, как всегда С того, что Мне понравилось Здесь можно очень интересно Создавать персонажей Оба-на А уже недоступно здесь создание Черт, обидно Вот Ну, короче, суть в том То, что настройка персонажей Очень тонкая И можно настраивать Абсолютно все и вся Ну, давайте войдем Первый раз в мир Я здесь еще не был Не заходил ни разу Вообще никогда Ни в ОБТ, ни в ЗБТ Их отец Стремительный И прекрасный Их отец Солнце А мать Безжизненная Равнина Преи Все, что им нужно Роса, чтобы Утовить жажду И мясо, чтобы Прокормить себя И верных львов Две тысячи лет назад Их домом был Великий Лук Их вел за собой Таян Величайший Из воинов Их народа И люди Смотрели на них И называли Плетью Таяна Так ловки Быстры И неукротимы Они были А затем Пришла война И началось Великое Переселение Народов Другие Скорбели Об оставленных Домах И о том Что они Потеряли И только Ферре Ни о чем Не жалели Все, что Они могли И что хотели Взять с собой Легко укладывалось В сидельную Сумку Льва И вновь Настал мир Он длился Долго До тех пор Пока не явились Хорницей Вновь полилась кровь И ферре Вспомнили Что имени Плеть Таяна Великий Мара Чаолая Повел их В бой И армии Людей Обратились В бегство Одержав победу Они решили Чтобы стать Сильнее Им нужно Сплотить Разрозненные Кланы В единое Государство Так возникла Великая Империя Тэни Ее воины Были так Быстрые И свирепые Что Хорнийцам Казалось Будто Они сражаются С самим Ветром Но Времена Изменились То Один То Другой Клан Очарованный Красотой Чужих Земель Решал Остаться И начать Оседлую Жизнь Они ставили Шатры Окружали Их Чистоколом И возделывали Поля А Хорнийцы Терпеливо Ждали Ждали Пока Могучая Кочевая Империя Рассредоточится По земле И вновь Разобьется На отдельные Племена Которые Можно будет Истребить Поодиночке И они Дождались Своего Часа Их Армии Грозной Волной Прокатились По материку Уничтожая Все селения Теми И забирая Тех Кто выжил В рабство С тех пор Ферра Не доверяют Земле Как прежде Их жизнь Вечный Бег Их отец Солнце А мать Безжизненная Равнина Прерий Но пророчество Гласит Что Однажды Явится Избран Указанный Самим Таяном И вернет Им Великий Лук Который Они Потеряли Я буду Ждать Его И Однажды Я Поведаю Миру Его Историю Как-то вот так Все это дело Начинается Вот у меня Наконец-то Начал чатик Нормально Более-менее Работать Он Сам Опустился Что их жизнь Где Что Почему Куда Это все А ладно Это же Мейлру Все нормально Ну в общем Еще раз Ребят Всем привет С вами Как всегда Дезертир Если вы Еще не поняли Хотя На гудгейме Я бываю Редко Но Надеюсь Вам понравится И даже Не спрашивайте Почему я решил Стримить Именно на гудгейме А не на ютубе Ну по крайней мере Я спрашиваю И это Скажем так Говорю Все это Лишь для тех Кто смотрит Меня на ютубе Ну а тем Кто смотрит Меня с гудгейм И в первый раз Еще раз Скажу Всем привет А вот Кому интересно Мое творчество Заходите на канал Основной Который находится На ютубе И там все В принципе Будет Видно Вот Что здесь приятно Создать собственно Гильдию Можно аж С пятого уровня Ё-моё Кстати У меня есть такое предложение Всем кто хочет со мной поиграть Прямо сейчас Прямо здесь Прямо вот Вот И вы можете Собственно зайти на то же сервер Что и я Сервер называется Анна Если у вас Если у вас есть уже Созданный персонаж Потому что Насколько я заметил Создавать персонажа Сейчас Нельзя Ну можете Соответственно Присоединиться Так Ну сто процентов И чё Давай Запускай Ну Давай 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 Не тупи Вот Ждём пока она запустится Кстати Насчёт видео Дело в том То что Я заметил Он действительно Подлагивало Но это Само видео Подлагивало То есть Не у вас Какие-то Лаги были Опа Это я всё знаю Давайте Сейчас Чутка Понизим Качество Я так думаю Где у нас Тут Допустим Синхронизацию Вырубим Потом Мне что-то С лагами Вообще Неохота Уграть Совсем Неохота Где-то Допустим На средние Сделаем Я понимаю Что Игра на Мега Крутых Настройках Конечно Круче Но Мне неохота Терпеть Лаги Сейчас Все изменения Вступят в силу Может быть Когда-нибудь Ну а пока Ох как Хорошо Прогрузилась Посмотрите Какие мы Все нежные Желтые Желтые Или Зеленые Восклицательные Так Это я тоже Догадываюсь Мне кажется Или игра Что-то потеряла Нет Ну серьезно У меня такое ощущение Что игра Нашу броню Похренила А вот Все Она Подгрузилась Все равно Она кстати Подлагивает Вообще Жесть Давайте Пообщаемся Так Награда Опыт И монеты Единственное Обидно То что Блин Всякие Встают Так Я уже думал Ты проспишь Собственную инициализацию Хотела тебя убедить Но ты знаешь Закон Никто не приступает Порог чужого Шатра Без приглашения Приводи себя в порядок И беги Каине Родители должны дать тебе Напутствие Несколько часов И ты станешь воином Как я тебя завидую Ведь моя инициация Только на будущий год Ну короче Далее Краткая цель задания Отображается В правой части экрана Стрелки под ногами Персонажа Укажут вам Направление К нужному месту Так Что нам кстати Надо сделать Нам надо куда-то Вот это вперед Вон там вопросик Чтобы обыскать труп Щелкните по нему Правой кнопкой мыши Вы сможете забрать Все трофеи Или выбрать нужные Ну Говори Так Моя дитя Давно я не нашла В камышах Корзины с крошечным котенком Который едва слышно Плакал от холода Неужто это мы Так Ладно Я всегда любил тебя Не меньше чем Ишьялу Родную дочь Вот тебе Моё материнское Благословение И напутствие Так Опять награда 66 монет Ещё одной шестёрки Не хватает Пройди испытания С честью Вернись к нам Воинам Прайда ветра И больше никто Никогда не посмеет Называть тебя Безродным Подкидышем Ступай к отцу Он очень гордится тобой Окей Окей Так Где у нас Следующий квест Чтобы обыскать Так Ну здесь нам уже сообщили Синий восклицательный знак Над предметом Означает возможность Взаимодействия с ним Это конечно хорошо Но далее Ага Вот Нам тут даже Показывают Всё Вижу Ну Взаимодействовали Ох Как мы Носимся Это вы посмотрите Так И всё же И всё же Где у нас там Настройка качества Чё-то мне не нравится То ли у меня из-за того Что я стримлю Но хотя по идее Скорость вроде получения Нормальная должна быть Ладно Потом с этим буду разбираться Ох Как тут всё Печально выглядит То ли из-за того Что браузер открыт Окей Квест у нас Где-то Впереди Ещё раз повторюсь Что играю В принципе Первый раз Так что Не обижайтесь Как есть Если Восклицательный знак Над головой Персонажа Зелёного цвета Значит Его задание Предназначено Только для Представителей Вашей Выполняя Такие задания Вы глубже Погрузитесь В мир игры Окей Волнуюсь В дезертире Я тоже волновался Перед инициализацией Мышцы словно Деревенели И лук дрожал В руках Хотя у меня такое ощущение Всё Я понял Это из-за Директ Икса Одиннадцатого А У меня с ним Не очень Дружит компьютер Вот Но на девятый Я не знаю Сейчас если я поменяю Там по идее Перезагрузка Потребуется клиента Перезаходить на этот Сервер ещё Двадцать минут И не думаю Что вы Выдержите Отец дал мне Простой совет Отправляйся в холмы Сказал он Принеси добычу Пусть свежий ветер Разгонит дурные мысли А тело Вспомнить Чему его учили иногда И когда я вернулся Со шкурами Лис За поясом Я знал Что готов к обряду Тот же самый совет Я сейчас даю тебе Отлично Спасибо И что мне надо сделать Что мне надо сделать Мне надо вот там Кого-то убивать Океишки Если имя персонажа Или монстра Отмечено Оранжевым Или красным Цветом С ним можно Вступить в бой Ну что ж Будем биться Боевая система В принципе Насколько я знаю Тут довольно Интересная Интересная Она тем Что Мы можем Скажем так Ах вы Засранцы Всех лисов Перебили Ладно Будем бить Того Кого будем Не важно В общем Здесь можно Совмещать Различные Абсолютно Скиллы Совмещать Помимо своей В основной Профессии Можно еще Несколько других Ахаха Ладненько Следующую Почему я не могу На нее напасть Какого фига Она вообще Влюблена в кого-то Это нифига Не честно Будем тырить Чужие фраги Ха-ха-ха Будем злыми Будем качаться Тырить фраги И все такое Неподалеку отсюда Есть персонаж У которого Можно получить Задание Предназначенное Для вашей расы А я уже Выполнил Перенесите Значки умений В ячейки Быстрого доступа Чтобы Поиграем же Ладно Где у нас Только что Персонаж Итак Великий Мара Варан Ждет тебя Он Ждать не любит Поспеши Хорошо Куда нам теперь Нам куда-то В другую сторону Нам надо лисов Убить Кажись Насколько я понимаю С ноги ему С ноги Вот так А еще Я так понимаю Что Что-то Не то В игре Сейчас На данный момент Может я конечно Ошибаюсь Но окей Какого хрена Он первый напал Блин Нечестно Я думаю Может мне прикольнуться Напасть на степного льва Ну так For fun Отличненько Потихоньку их дамажим Это все хорошо Мне кажется Чат как-то Очень большой Надо было Поменьше сделать Не люблю Когда чат большой Чтобы распределить очки Откройте окно У мини С помощью клавиши Кей Так Ну вот кстати Ремесло То что у нас Есть много 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 Разных ремесел Так Размер мини-карты Ладно Мы это еще Все дело Изучим Чуть-чуть попозже Так Язык фэра И восточная наречия Тут можно языки изучать Как раньше по-моему Было в Вовке Так В следующий раз Стримы на Здесь устраиванный Ютуб Там хоть можно Качество подобрать Под свою скорость Так Окей Да На маленьких левелах Смысла убегать И бить Я не вижу Потому что Скажем так Это слишком просто Так Зазубренная стрела Нет Так Ну Выберите цель Стоп А как мне его прокачать Ну допустим Я хочу вот эту Ладно Требую уровень 5 Так На пятом уровне Мы короче Можем выбрать Вторую специализацию На десятом И третью Мгновенное применение Дальность от нуля Так Наверное Наносит противнику Давайте Почему-то нет Ладно Пусть будет Пусть будет У нас У него кулдаун есть Но ничего страшного Мне бы еще Блин Знать Сколько у них Там ХП 200 Окей В принципе 230 Но почему-то У меня такое ощущение Блин Что А нет Окей Я не могу На него напасть Вот этого Большого Степного Льва Вот Насчет Ютуба В принципе В принципе Да Можно будет Потом На ютубе Делать Вообще Я хотел бы Развить Свой вот этот Канал И полностью Уже С него Все Брать Нормально Так Все Поговорить И там И там Надо Мы Выполнили Кажись Квест Собрали Шкуру Так Что Чувствуешь Себя Охотником То тоже Так В далекие Вольные Времена Честью Обрядной Цивилизации Было Приручение Степного Льва Юные Феры Отправлялись С саванной И исчезали На неделю Две Месяца Оу Не хочу я Знаете ли Исчезать На две Три Недели Месяца И прочее Загрустивший Львенок Не грусти Чувак Не грусти Ня Блин Блин Это прикольно Не знаю Мне нравится Круто Вот реально круто Ну мне нравится По крайней мере мне Надеюсь вам тоже Кстати Так Умение Обращаться Со степными Львами У тебя В крови Хотел бы Я сделать тебе Подарок Но мы с матерью Не так богаты И вам С шьялой Придется самим Искать себе Скакунов Чувак Да ты мне уже Столько монет дал Ты еще и хочешь Одну серебряную дать Я дам тебе Все что могу Мое Отцовское Благословение Я принял Себе Своё сердце И свой дом С той минуты Как увидел На руках Уайони Ты всегда будешь Моим дитя Чтобы не говорили Злые языки А теперь беги Ишуун Твой лучший друг Уже отправился К утесу Рождения Воинов Представляю Как волнуется Дядя Байса Итак Нам дадут Чуть Чуть опыта И дадут Все остальное Ладно Пойдем Правда Не знаю Что там насчет Насчет Львов Но я так понимаю Что это Скакун На котором мы можем Потом Ну Прыгать Бегать И скакать По крайней мере Я на это надеюсь Вот В любом случае Я вижу То что В целом Все идет нормально Мы здесь Получаем Опыт Вот здесь Нам начисляются Очки работы У нас их 55 Мы можем Начать Любое действо То есть Строить дома Там все такое По идее В общем Разберемся С этим делом Давайте-ка Посмотрим На пса И что с ним Что с ним Что с ним Что с ним Можно сделать И ничего нельзя сделать Тогда не интересно Итак Берем квест Опять же А Наконец-то Ишиун Не дождался И ушел К утесу без тебя Сегодня наша молодежь Набьет немало Синяков и шишек Как истинные воины Вы конечно же Будете притворяться Что вам Нисколько не больно А мы как Положено Родителям Сделаем вид Что поверили И украдкой Подмешаем В котел С угощением Целебный порошок Из корней Мандрагоры Раз уж я Открыл тебе Этот маленький секрет Можешь мне Добыть корни Нет Не хочу Ну ладно Итак У нас Улучшилось Умение Так вот Кстати мы Получим щит На место кинжала Неплохо Или посох Посох Зачем нам посох Непонятно Ну ладно Потом В принципе У меня профессия Лучник Так что Зачем мне посох Ну окей Постой Ты не принесешь Мне немного Папоротника Я готов Готовлю Вечерний пир Для молодых воинов Это приказ Самого Мария Варана Поэтому он Не рассердится Если ты Слегка задержишься Чтобы открыть Журнал заданий Нажмите Клавишу Л Так Ролики Журнал заданий Глава первая Выполнена Глава вторая Выполнена Ну окей Так Давайте сначала Найдем О тут Позвонить Кстати можно Давайте сначала Найдем На троечку В ту сторону Где-то там Мы можем Что-то Что-то добыть Как я понял Кстати автоматически Все повышается Дело Давайте Мандрагору Побьем Хотел сказать Она сильная А потом понял Что не особо В принципе Вот жесткий Корень Мандрагора Отлично Плоский папоротник Давайте добудем Так Сражаться Просто интересно Смогу ли я Ага Это даже на него А нет Могу напасть Смотрите Не такой он крутой Кстати Ай Кстати вот такое заклинание Нам будет впоследствии доступно Что самое интересное Ну Обыскивай Обыскивай Вот отлично Так Кори Мандрагора Следующий Бегай 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 Стреляй Немного Закон лучника Здесь я даже спорить не буду Так Все выполнено Отлично Как же немного На самом деле Нам надо Чтобы выполнить Парочку Заданий Так А вот мне интересно Где мне Указан Уровень Мой Ага Вот Четвертый уровень Все вижу Основная специализация Преследование Автоматический бег Можно включить Клавишей Намло Дом по-моему И так бегает Не? Ну ладно Так Сдаем квесты Получаем награды Ты не пожалеешь Ты не пожалеешь Об этой задержке Когда Отведаешь Угощение На Вечернем перу Добавляйте Духи ветра Хорошо Выбрать Что бы мне выбрать Обычный Двуручный Урон 2.6 Урон 5.4 Сила заклинаний Семнадцать Выносливость Три Проблема В том То что нам Нам нужен Вот этот посох Потому что нам нужна Ловкость По идее Насколько я знаю Вообще здесь персонажи Рандомно настраиваемые Итак Следующий Кинжал Сила Выносливость Сила Интеллект Дух И Сила Я даже не знаю Что бы выбрать Давайте 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 Сила Выносливость Наверное Потому что Интеллект Это нам Это нам вроде Не особо Хотя Так Людня Ветра Флейта Ветра Ага Ну нам Флейта Здесь понадобится Итак Читаем Очень хорошо Для использования Для использования предмета Из рюкзака Щелкните по нему Право Себя Посмотрим Советники Есть ли среди вас Хоть один Кто считает Что этот котенок Не достоин Стать воином Скажите свое слово Я скажу свое слово Мара А то есть Он считает Что я не достоин Так Выпустите меня Выпустите меня Итак Персонаж от дезертирки Бродит Все таки по этому миру Но посмотрим Что он скажет Я уверен Что дезертир Станет великим воином А То есть Ты за меня Окей Но воинам Прайда Ветра Не знаю А Вот он Пусть свое слово Скажут духи Пусть хранители Прайда Решат судьбу Подкидыша Чтобы выполнить Это задание Вам придется Использовать предмет Лежащий в рюкзаке Открыть рюкзак Клавишей И так Чтобы щелкнуть По нему Но это понятно Кроме того Интерактивные значки Ключевых предметов Всегда отображаются В списке целей С правой стороны экрана Ну что ж Бежим Бежим Смотрим Ищем духа фетра Пытаемся Попонять Так Ну Я так понимаю Что мы просто Должны использовать Слизу Где она там Находится Стопа Где она Ага Нет Это не она Где там у нас персонаж На С открывается Очки чести Ремесла репутации Сила Бла-бла-бла Подробные характеристики Титулов у меня Нету Ну это и логично Ведь я только начал Так Окно умений Карта Ремесло Сообщество Доставка Ролики И все прочее Ладно Упорядочиваем Все таки ищем Так Книга порталов Домашние очаги Прохудевшийся кошелек Лекарства Дяди Знамя Прайда Ветра Оу 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 Да иди ты Так Надеюсь я квест Выполнил Ну и И Доступно только по задателю Хранители Прайда А ну все Да Все я выполнил Надо было просто убить Духа Все окей Так Духи считают Что мы будем с тобой Гордиться Не может быть Я считаю Хватит Дожгал Хранитель Прайда Дал ответ Кто ты такой Чтобы с ним спорить Да действительно Давным-давно Один охотник Подстрелил Вожака Соколиной Стави Летевшей Крокочущим Перевалом Раненый сокол Ударился О землю И обернулся Скалой Другим Соколой Виде Что стало С вожаком Слетели вниз И стали Соколиными камнями Когда раны Вожака Истелятся Он снова Взлетит А следом За ним В воздух Поднимется Стави Но пока Что скала Стоит И на ее вершине Дети народа Ферре Становятся Воинами Оно Но как Ты пойдешь Так Ты пройдешь Испытание Наравне С остальной Молодежью Прайда Ступай К подножию Утеса Там Будет Ждать Ишуали Да умрет Котенок Да родится Воин Я не хочу Чтоб Умирал Котенок Ну ладно Раз они Не хотят Этого Мне придется Сделать Ладно Бежим Вперед Там Собственно И второй Квест Я так понимаю Попутно Кстати Вот как Лучник В чем Лучше Лучник То что Он может Просто Бежать Взять Найти Какого Нибудь Вот такого Чувачка Мимо Него Пробегая Носовать Ему Вот так И попутно Качаться Ах ты ж Засранец Он меня Вковал Свой Цепи Ладно Сейчас Получим Левел И пойдем Далее Уйди Негодяй Так Опять Окно Умения У нас На Кью Открывается Инстинкт Хищника Скорость Перевяжения Повышена На 10 Урона Закрыт Убой На 15 Да Неплохая Штука Давайте Умение Быстрая Стрельба Почему бы Нет Почему Б Собственно И Нет И Теперь Выбрать Специализацию Которая У нас Будет Второй Нам Предлагают Выбрать Скрытность Или Гипноз Но Я Наверное Выберу Волшебство Не знаю Вот Оно Мне Оно Мне Как-то Больше Нравится То есть У меня Будет Лучник Маг Такой День Добрый Утро Доброе Вечер Добрый Или Ночь Добрая Смотря Что У вас Мы Продолжаем Пока Стримить Да Я Все Таки Думаю Что Я Буду Волшебником Типа Волшебником Вот Пока Я ничего Выбрать Не могу Но Могу Огненный Шар Потом Накастовать Ладно Так Ага Это Пассивное Умение Быстрая Стрельба Отлично Я знаю То Что Лучники Такие Имбовые Существа Немножко Так Что Это Круто Да Че Ты Можешь Ау Больно Дезертирка Спрятался В Кустах Получаем Кучу Опыта Так Надо Заполнить На Эф Собирать Всю Добычу Сразу А ну Ка Иди Иди Сюда Он Не Наш Окей Ладно Неважно Мы Бежим К заданию Прям Мчимся К нему Надеюсь Ребят Что Вам Я Я Знаю Единственное Мне Самому Мешают Небольшие Подфризы Как Небольшие Вы Сами Все Видите Так Я думаю Здесь Мы Знаете Возьмем Все Так Людню Будем Играть На Людни Ветра Так Ну Отец Вот Это Подарок Ты Знаешь В Прошлом Году Я Так И Не Решился Забрать С Нем Тес А Теперь Пожалуй Отваживаюсь Еще Минуту И Точно Отваживаюсь Но Если Помните Мы Несем Ему Аля Эликсир Храбрости Итак Выбираем Людню Нажимаем Завершить Все Отлично У нас Есть Людня Так Я Слышал Дакшал Поклялся Сделать Что Угодно Лишь Бы Не Дать Тебе Участвовать В Церемонии Как Мария Варану Удалось Его Переубедить Утес Увид Лозами По ним Ты Без Труда Заберешься На Ближайший Выступ Отащи Темные Тотемы Ветра Воды Земли И Огня Награда Слеза Нуи Так Призови Духов И Сразись С ними А точнее Не награда Это нам Дается Для Квеста Призови Духов И Сразись С ними Они Заглянут Тебе В сердце И решат Кому Оно Принадлежит Войну Или Трусу Затем Найди Заклина Тулбу Оу Нам Показывают Эту Лозу То Что Она Довольно Большая А Ну и Кто И не Знает Я Решил Выбрать Фэра По той Причине Что Они Хоть Как-то Отличаются От Стандартных Людей Вообще Я Не Люблю Играть За Людей Я Не Люблю Играть За Эльфов Поэтому Листок Бумаги Круто Опасайтесь Обвала Спасибо Кому То Кто Написал Эту Хрень То Здесь Могут Быть Еще Обвалы Это Просто Нечто Надо Мой Ползет Какой-то Человек С ником Прокуратор И падает Ха-ха-ха Молодец Он Просто Шикарен Надеюсь Оценили Сарказм Ну ладно Так Стоп Там Что там А Чтобы Вот Я понял Можно Ф Нажать Было Чтобы А Черт Куда 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 Я Черт Черт Или нет Или все Правильно Да Я надеюсь Что все Правильно И здесь Есть Духи Дух Ветра Которого Оу А вот На них Я походу Зря Согрелся Мне нужен Тупо Дух Ветра Тотем Ветра Вот Выход Из Боя Отлично Первый Получил Первый Я Получил Так Можно Телепортироваться Ко второму Так Какого Хрена Я не Получил Из него Душу Ну Не Душу А Вы Поняли Ладно Короче Эйф Это Эйф Это Действие Если Че Так Так Давайте подождем Пока отсюда Все к чертям Уберутся А хотя Нет Не обязательно Не обязательно С кого-то Я уже Получил Можно Сразу Телепортироваться К следующему Можно Бежать Как я Заметил То есть Вот там Вот по боку Можно было Пробежать Но Зачем Нам Это Делать Мы Можем Телепортироваться Да Наем Выберите Цель Я надеюсь Что он Атакует Именно Меня И да Он Атакует Именно Меня В них Не было На этот Раз Никого Но Я рад Что Здесь Все Для Каждого Свой Лут Если Я Правильно Понимаю Это Хорошо Ладно Первый Раз Я Вижу Такое Дезертир Духи Не покинули Тебя Как Полагалось Они И сейчас Невидимками Вьются Вокруг Не желая С тобой Расставаться То Это Хорошо Оба И у Меня Вылетает Игра Такая Баба Такие Абла Минго Ребята Если Мне Сейчас Придется Заходить Полчаса В Игру Это Будет Полный Трындец Я Серьезно Я Думаю Вы Понимаете Что Значит Заходить В Игру Мбт Которая Открылась Только Сегодня И Причем Самое Смешное Что Сейчас Все Будут Стоять Пробовать Играть В эту Игру У меня Просто Такая Ошибочка Вылетела Из игры Что Типа Какой-то Предмет Не Найден Это Было Супер Я Думаю Вы Сейчас Может Быть Даже Напишите Своё Мнение О том Что Вы Услышали Так Что Окей Пока Подожду Подожду Вашего Мнения Ну а пока Пока Мы Переключимся На заглушку Как только Все появится Мы все увидим Так На ютубе Тем временем Я смотрю У меня Для следующего Стрима Народ Прям так Оживленно Болтает Обычно Так У нас Спускается Аркейдж Не люблю Вот эту Вот эти Заставки От Мейла Которые Вечно Нельзя пропустить Ох Прям Все Смотрите Все Сержера Заняты Я вот Не знаю Ребята Вы Это Вообще Видите Вот Сейчас Я Приключусь На Гудгейм Сейчас 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 Старкрафт Все Такое Чатик Где Там Чатик Эй Чатик Ага Вот Отлично Появился Ага Но в игре Он не хочет Показываться Супер Зашибись Просто Просто Зашибись Да Игра Не хочет Показывать Его Вроде Кстати Входит Так Сейчас Пока Там игра нас входит приключимся на заглушку опять таки так вот слушайте даже не пришлось ждать отлично только вот меня бесит то что сбились настройки у меня вот реально это очень бесит включить давайте direct x9 все равно перезапустились так что хрен с ним с этим direct x по идее с ним лагать и так еще раз просто прошу простить но тут уж от меня это к сожалению никаким макаром не зависело игра просто в наглую вылетела мы имеем 59 очков работы это значит что я так понимаю мы можем прокачать любое изменение на 59 единиц это не факт не знаю я пока без поясе как это все делается специально ни черта не считал про эту игру хотел чисто свой опыт получить ну и посмотрим что из этого получится или не получится так идет загрузочка я рад очень рад что мне не придется оба на фильм люди смотрят фильм у нас еще ничего не погрузилась но нет все еще это по 3 за плана попробуем еще раз задать ему квест и не вылететь расскажу вам легенду про то как подкидыш решил стать воин и как мара дал ему свое благословение про то как он карабкался от вершине позабыв про страх про то как ликовали духи как заклинатель прайда поднял боссах и сказал сегодня умер котенок и родился а где злого и родился воин ну ладно опустись на колени и дитя и поднимись воинам твое прошлое забытое отныне ты по-настоящему принадлежишь прайду ветра твой друг ром заблудился среди утесов он напуганы духи от него отвернулись ему не стать воином в этом году коснись портального камня чтобы вернуться в обычный мир и помоги ему найти дорогу вниз окей где портальный камень видим пойдем помогать нашему другу так наш друг где же наш друг ром заклинатель тул бы сказал что ты заблу тише она услышит что он делает этот обряд принесет нам беду нужно остановить анагу пока не поздно что чтобы пригласить товарища в отряд не хочу никого приглашать я сам с ним буду сражаться или нам конечно же не дадутся в нем сродиться уху фига ну круто я он под моим под моей атакой а отличненько правда с ним ничего не получили но и хрен с ним так да не хочу с котом общаться анага не желал ничего слушать он бросился на меня и мне пришлось убить его анагу сын и мы самого мары аварана наказание за убийство соплеменника изгнание из прайда наказание за убийство сына вождя смерть нет я не хочу в рейдовую группу я буду играть соло когда глаза за ферра застилает туман а грудь перестает вздыматься его дух уходит крокочущим перевалом чтобы охотиться на призрачную дичь до конца времен вы знаете не от преступления хуже чем лишить его этой призрачные охоты анага сын мары прайда проводил на скале ритуал который возвращал духи умерших тела уже тронутые тленом и заражал их безумие а я ей не хорошо так делать был бы здесь заклинатель играл но еще неделю назад отправился но он еще неделю назад отправился с делами с делами делами куда-то на юг не шан провожал его до границы владений прайда вот что я дам тебе крылья целый год мастерил их думаю что они помогут мне пройти инициализацию да видишь не судьба они унесут себя отсюда быстрее чем молва об убийстве достигнет ушей старейшин так давайте глайдер сделаем на shift 3 мы будем летать таким быстрым образом итак забираемся куда повыше насчет куда повыше имел в прямом смысле или тем в неизвестность вы вы лети это была ошибка да давайте поиграем на чем вообще играют мы не играем кстати запомните никогда не нажимайте r во время ну вы поняли так что мы использовали мы портал кстати использовали они музыкальный инструмент игра на флейте а еще у нас есть есть людьми поменяли на людьми теперь игра будет другая за круто так все таки я вот не знаю пока я думаю о том что же нам все таки поставить ладно сколько у нас там хп кстати shift 1 это у нас будет бег будем бежать прохудившийся кошелек что такого нету так кстати кто знает ребята меня к вам будет вопрос где мне включить окно персон а все нет вопроса вопросы уже нет вопроса уже нет все хорошо так окно персонажа я теперь понял где так что все отлично shift 1 бежим я знаю то что по идее можно стоп куда крылья делись или они разовые черт крылья разовые представляете обунта крылья разовые нам придется все это пробегать динкс давайте будем бежать и бежать так что у нас есть чего империя титула нету а так как говно силу атаки тоже все заклинание тем более защита ну в защита такая тоже один процент сопротивление но сопротивление целых два процента на считай три скорость передвижения тоже маленькая время чтения заклинаний сто процентов восстановление тоже сто процентов это хорошо точность ударов 99 и 9 то есть пока на данный момент мы поражаем без промаха доска объявлений что у нас цели на доске объявлений я залил десяток духов земли а я два десятка то я одолею 3 ты слишком медленный так следующее эти вырубим кстати окно более что она нам сразу не нужно и будем бить наших врагов выполнен так сказать этот маленький мини квест так но у нас довольно неплохо тратится мана насколько я замечаю так ну или в целом она тратится средне фиг его знает честно говоря так шестой уровень это уже круто мы довольно шустро поднимаемся на самом деле давайте следующий я все эти так и не понял мы что мы должны сделать вообще с этими духами не духами так ты негодник ладно все окей тут ничего нельзя сделать или мы можем а кстати спасибо одному хорошему человеку раскрывать не буду но он мне подарил 600 кристаллов это 600 рублей стоит и в общем на них я теперь могу в магазине купить чуть полезное например премиум на два месяца если у меня будет такое желание ну или магазине купить какие-нибудь не знаю там крутые вещи но я не буду этого делать пока что вот так что вот так чё кстати камень ветра дает я уже не помню камень ветра дает бег точно ля 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 в общем не знаю как вам ребят мне лично эта игра довольно таки неплохо пока нравится надо разобраться правда при какой причине она подлагивает решить ее лишь потом спокойной душей все как бы разбираться ладно пока мы бегаем нас почти добежали до нужного нам квеста это куда то вон туда Там мы уже поиграем на флейте Точнее не на флейте У нас же лютня Насколько я помню Зря я на самом деле Начал бить кого-то, но окей Всего 3 монеты Ни о чем вообще Да не хочу я в рейдовую группу присоединяться Так, заклинательница Пожалуйста А еще как-то на пофиг Почему все пытаются отбить моих персонажей Это не честно Так, стоп Где у нас квест? Где у нас квестовик? В первую очередь Квестовик где? А вот он Все Черт Эхшан, как хорошо, что ты еще здесь Мне очень нужно знать, куда отправился заклинатель Не пойму, кто передо мной, дитя или воин По виду воина, по словам, суетливое дитя Подкидыш Подкидыш поступил по закону Убив того, кто нарушал покой духов Подкидыш приступил закон Подняв руку носородича и сына Мары Он покинул Брайт И отправился в странствие Чтобы найти заклинателя Грела Ферре, который знал ответ на все вопросы И мог бы подсказать ему, как поступить Круто, че У нас большие проблемы Прости меня за поспешность, брат, по оружию Я ищу заклинателя Грела Мне сказали, ты сопровождал его до границы владений Прайда Разве сейчас не время, пиро, в честь молодых воинов Почему ты не празднуешь со всеми? Это подозрительно Да я все же отвечу на твой вопрос Заклинатель Грела отправился с земли Прайда Серые дымки А зачем не наша с тобой забота? Ну как это не наша? Очень даже наша Так, ладно Соколиное гнездо разорено Его шатры разграблены А жители убиты Но они не лежат на земле Как положено мертвым Он бродит среди развалин Это самое страшное О, нам дадут новый лук Офигенно Так, на дым пожаров С тревятниками слетелись мародеры Долг воина Защищать от них гнездо До прихода заклинателей Надеюсь, скоро мы узнаем Почему мертвецы отказываются лежать смирно Ну давайте выполним квестик Почему бы и нет Собственно говоря Быстро, просто и легко Быстро, просто и легко Быстро, просто и легко Ля-ля-ля Ля-ля-ля Зря я напал на заклинателя Ля-ля-ля-ля Ха-ха Ля-ля-ля-ля Ха-ха Не зря, конечно, я его заварю Или ее В данном случае Ладно, ладно Стою Не двигаюсь Пять гребаных копеек Ну окей Ну того, наверное, стоило На На Так, прогресс у нас почти завершен Это круто Давайте убьем заклинателей Хотя, в принципе, я мог бы По идее, спокойно Не убивать их Или что-нибудь в этом роде Ну ладно Мы это сделаем Потому что мне нужен левел Так Будем бегать и убивать Бегать и убивать А потом пойдем, кстати, играть В другую игру Кому интересно Будет через Примерно полтора часа Ну, на самом деле, уже меньше Через час, считайте Стрим по Старкрафту На Ютубе Так что, кому интересно Посмотреть, заходите Будет, надеюсь, весело Потому что будет торговый ряд И игры со зрителями Впрочем, на данный момент Меня смотрят все Одрые человека Так что Все остальные все равно На Ютубе Так Ну, цыц Что мы имеем? Мы имеем В данный момент Тяжелый доспех Отлично Это очень хорошо Так Ну, давайте сдадим квест Давайте сдадим квест И посмотрим Что нам За это Дадут Нам дадут лук Точно И здесь, ребятники Забудь себя Вольными соклами Ха Помойные крысы Вот кто они такие Воры-убийцы Изгнанные из прайда За преступления И лишенные прав Называться фэра Да А мы-то, собственно говоря, кто? Благодарю за помощь, юный воин Отныне мой очаг Твой очаг И если тебе понадобится Кров в поселении Серой дымки Мой шатер Всегда для тебя открыт Я посторожу пепелище До прихода заклинателей Скажи Коджиму Хм Ну ладно Коджиме Так Вожаку моего боевого отряда Что гнездо разорено? Но Ты херни Подпустил к нему Стребятников Вообще, по идее Я не подпустил к нему Стребятников Но да ладно Лук мы Кажись Поменяли Да? Персональный предмет Все правильно Так, стоп С Какой у нас лук? Да, у нас Имбалансный лук Ха-ха Сейчас Нет, все правильно Все, все правильно было Все, все Не надо ничего менять Все отлично Кстати У нас есть пояс Еще на ловкость интеллект И прочее Пойдем дальше Точнее в данном случае Мы Прям Прям Побежим А, вот о чем Мана расходуется Смотрите-ка Нифига Блин Он бежит И мана расходуется Жесть Причем очень шустро Я вам скажу Насчет А у меня почему-то показывается Что шесть А, ну да Да, да, да Да, точно Я же чат смотрю Я дурашка Все правильно 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 В чате Только шесть человек Находится Точно Точно Так, давайте Поиграем на музончик Знать Это будет Эпично круто Он шевелит так ушами Прикольно Мне же нравится Так, ах Нужки шевелятся Ладно Ээээ, я тоже хочу коняшку Это не честно Ладно Надеюсь, нам дадут скоро, кстати Средства передвижения Это будет круто Так, сапоги Давайте сразу посмотрим, ловкость И ловкость Я думаю, нам плюс 2 к ловкости Плюс 2 к ловкости Ловкость, интеллект Ну да, в принципе, теперь нам интеллект будет нужен, если я Так Тьма пришла в наши земли Цоколиное гнездо первое, но не единственное поселение Оказавшееся в беде А, ну да Я могу выбрать, точно Что-то я тупо Так, а следующая награда Выносливость, сопротивление силы Наверное, первый Изгои являются будто из ниоткуда Им помогают могущественные шаманы Стоп Ага И не угадаешь, где откроется разлом пространства в следующий раз А самое страшное Они насылают на нас мертвецов При виде них Даже самые храбрые воины Начинают дрожать, как котята Ритм моего барабана Мог бы их приободрить Но мой барабан Пал Барабанщик, точнее Пал Если в ходе задания нужно использовать предмет Его значок появляется рядом с целью задания Давайте используем барабаны Ха-ха Так Во-первых, поменяем, кстати, обувь И поймем, где нам использовать Пока вот так поставлю Так А нам, собственно, где-то здесь И надо его использовать, на самом деле Нет, не то Возьми в руки барабан Сейчас будем пытаться понимать, как так Писаража А Все, понял Все Все Окей Надо было просто нажать на любого перса И все Ну, о чем я понял Так Из тебя вышел хороший барабанщик Посмотри, какой Какой выйдет гонец Ну, давайте посмотрим Так Помыете, да? Выбрали Ага Один из войнов принес эту бумагу Я обучен грамоте, но разобраться не смог Так Буквы все данные знакомы А В понятные слова не складываются Колдовство не и дача Нужно отнести ее Мария Мое дело бить врага Его дело думать На то он и вождь Эм По-моему, у нас с Марой какие-то небольшие разногласия Из убийства его сына, не? Ха Ладно А, кстати Давайте Воспользуемся ветром Насчет осла Я Без понятия Как его взять И Где он, собственно говоря Берется Так что Вот так вот Пока у меня ничего нету Как вы помните Костер Костер тоже, наверное, дает Какую-то плюшку Можем бегать еще целых 15 секунд Ну, видимо, от столба до столба От столба до столба Как это прозвучало-то? Побежали далее Прошли в поселение Че делает костер? Нереально просто Былосоние векры Окей Он меня снял благословение ветра И ничего не дал Супер Че делает костер? Непонятно Ладно Идем к вопросу Он вот там Давайте даже добежим Фиг уж с ним Добежим Здесь возьмем пару квестиков Куртка радующиеся тени Ловкость, выносливость, интеллект Либо ловкость, интеллект Давайте Вот эту Она прям такая Хорошенькая курточка Сопротивление Здесь сопротивление Плюс 4 А здесь плюс аж 30 Да, лучше вот эту Хотя ловкости здесь Чуть меньше Интеллект Не, верхний определенно лучше Что за бумага И где войны серой дымки Которых я отправил Соколенное гнездо Нелюбопытно Если враг использует шифр Значит ему честь Значит ему есть что скрывать А юный воин Осталось разгадать этот шифр Посмотрим удастся ли это Моим советникам Так давайте Крадучиеся тени возьмем курточку Наденем эти две шмутки Отличненько Потом продадим Так Мой сын Шайхот и его друг Хента Этой весной стали воинами И сразу решили принести калятву На алтаре ока дня Эта калятва делает воина братьями И не только по оружию Но и по крови Скоро мой шатер станет шатром Хенты А очаг его матери Очагом Шайхота Я ничего не имею против Но дети все не возвращаются И я начинаю волноваться Если встретишь Шайхоту и Хенту Возле ока дня Узнай что их задержало О моем беспокойстве не говори Для воина нет худшего оскорбления Чем сомнения в его силах Но я еще не свыклась С мыслью Что мой Шайхота Больше не дитя Вот так вот Хорошо Передадим ей От бабули сообщение Ой Куда нам надо бежать Ух Как там далеко-то надо бежать-то Хотя стоп Тут где-то с кем-то А, вон квест Точно Самый быстрый вид транспорта В этой игре Ага Ну а брать-то его собственно где И хотелось бы на льве На самом деле покататься наверное Так это Старинные монеты Служили основной валютой А ну да Кстати вот я помню что слеза Ну и что-то она прямо вот редкая И Ну окей О Что ты здесь делаешь Почему ты не на празднике Первый раз вижу воина Для которого Разговор со старым заклинателем Интереснее пира В честь собственной инициации Если я вернусь в прайд Меня ждет смерть Все началось Когда заклинатель Туба Попросил меня отыскать Рама На утесе рождения воинов Неприятная история Убийство есть убийство И теперь придется Просить за него прощения У духов Отправляйся Коку дня И с позволения Служителя Шамана Воскури Благовоние Перед алтарем Окей Воскурим же Благовоние Ладно На самом деле Мы сейчас еще Возьмем вот тот квест И посмотрим Что он там дает Так Стареть обидно Юный вон И вчерашние котят Рождаются с вольными соколами И заклинателями Смерть от тебя остает Чего? Смерти От тебя Остается Бросить Со слизнями Да и с теми Ты как следы Справиться не сможешь Что у него вообще есть? Вносливость и утуха Ловкость Да вот второй наверное возьмем Ух ты ж Ни хрена там всего Ладно Потом посмотрим Не хватает дыхания И руки устали Держать меч Но если я сдамся Мне останется только Сложить оружие Идти к ракочущим перевалам Куда уходят Умирать все феры Я должен победить Но перед глазами Плена Пелена И я почти ничего не вижу Нужно отдышаться Окей Короче Мы должны его прикрыть Я не знаю В чем и как Но видимо Он борется с духами И мы должны ему помочь В этом Давайте же поможем Ведь мы добрые Ведь мы добрые Отлично На 112 опыта Кстати мы скоро Левел получим Потом уже буду прокачивать Все следующие умения На На еще Окей Квест на нем будет Но не знаешь где Ну круто Будем разбираться Уже в игре Так Мы вообще Кого бьем то Древесный слизень Круто Задание можно завершить Даже если его цели Выполнены Не до конца Да ладно Кто ж так задание Это делает Это не интересно Надо всегда завершать задание Это будет май Древесный слизень Не трогать Так Круто Уровни довольно быстро Кстати качаются Насколько я заметил Это будет май Слизень Хрен тебе Он на меня идет Ага Ха-ха-ха-ха Черт я за него Опыта не получил Хотя Давайте Комбо эффект Е Как я говорил Здесь очень Игра построена На таких вот Ну комбо То есть мы делаем Какие-то определенные Комбы О А это круто Кстати Вот это мне нравится Тема Ну про перевыполнение Заданий Все такое Давайте перевыполним Почему бы нет Только бы найти Блин Потому что здесь убивается Вся и вся Через пару секунд После создания Черт Аааа Интересно Только Насколько Перевыполнять Ну то есть Есть же Какие-то критерии Там не знаю На три Там На четыре На пять Дайте перевыполним Чутка Еще одного Убьем Наверное И на этом И на этом Закончим Так Возвращаемся Собственно Ну а думаю Мы как-нибудь Найдем этот квест Посмотрим Что он дает Вообще Так Ну вот Немного отдышался Сердце снова бьется Ровно И зрение вернулось Погоди-ка Не думал Что я убил Столько слизней Похоже Мы еще Повоюем А Что у нас Есть Итак Ловкость Пять Интеллект Ловкость Три Силы Выносливость Ловкость Три Силы Выносливость Ловкость Три Мы возьмем Пику Так Теперь нам Нужно Бежать Куда-то Вперед Круто Мы можем Зажигать Костер И тушить Костер Мы Круты Ладно Вообще Я на самом деле Не знаю Почему у меня Все-таки Снежного льва Можно получить Начальные локации Фера Ну то есть Где-то вот здесь Я его и собственно Получу Я на это Надеюсь Так Кстати Давайте-ка Мы Прокачаем Наши Тихо Прокачаем Наши умения Что у нас Там Доступно Или Ничего У нас Недоступно Очки Умений Ноль Да ладно Я вроде Ничего не прокачивал Не Оу Сорок монет Стоит Сбросить Умения Так Стоп Я Проскакал Мимо Так Путевые Метки Полет А Полет Нам все-таки Походу Доступен Да Нет У вас нет Необходимого Снаряжения Понял Молчу Так Че у нас Благовоние Воскурите Эти благовония На алтаре Ааа Давайте Давайте же Оденем Правда Двуручный Но он Повысит За то И за то Сразу Пойдем Пойдем Воскурим Благовония Так Что Да Когда-то Меня Звали Шойхотой Но Больше Я Не Шойхота Я Трус Недостойный Имени Мы С Хентой Пришли Сюда Чтобы Принести Клятву На Алтаревого Дня Духи Дали Нам Своё Благословение И мы Стали Братьями Не только По оружию Но и По крови А затем Мы Решили Исполнить Приказы Мары И очистить Берега От крысиного Племени Внезапно На нас Напала Ужасная Чудовище Существу Страшнее Я не видел И надеюсь Никогда Не увижу Руки Как молоты Ноги Как скалы И рога Вместо Ушей Моё Трусливое Сердце Дрогнуло И заколотилось Так будто Хотело Выброгнуть С груди Раздался Голос Хенты Беги Брат Я побежал Больше Я не видел Хенту Ни чудовище Точнее Ни хенту Ни чудовище Как я мог Бросить Брата Не Нет Прощения Я не Воин Я Подлая Крыса Который Не место Прайди Серой Дымки Окей Найти Хенту Так давайте Квестовое Задание Посмотрим Слизану За него Дается Так Осла Можно Получить На Большое Пугало В качестве Награды За Второй Доставленный Груз Или На Торговом Острове С грузами Меня Ребят Еще Далеко Это Точно Я Могу Сказ Так О чем Ты Хочешь Попросить Духов Юный Воин О Снисхождении На Моих Руках Кровь Соплеменника Давайте Старики Помнят Заклинателя Грела Он Странствовал По Земле И Каждый Мара Считал Великой Честью Разделить С ним Трапезу И Очаг Бывало Он Пропадал На Несколько Лет И Возвращался С важными Вестями Из Далеких Краев Где Шатры Строили Из Камня А Повозки Дышали Дымом Ездили Сами По Себе Круто А Что Насчет Духов Так Воскоре Благовоние На Алтаре Посмотрим Что Скажут Духи Которые Видели Вашу Схватку Окей Короче Все Все Туда Поплыли Так Мне больше Интересует Что Нам Надо Сделать Положите Благовонию В Курильницу Стоп А Вон Курильница Че Я Делаю Зачем Я Куда Отплыл Кстати Мне Нравится То Что Здесь Можно Жить В принципе Где Угодно Давайте Кладем Благовоние В Курильницу И Смотрим Че Из Этого Выйдет Это Действие Недоступно Круто Отлично Вернёт ему великие луга. Вот так-то. Мы крутые. Дезертира прям похвалили, сказали, что нас бог судит. И то не судит, а чуть ли не говорит, что мол, чувак, ты молодец. Так. Помоги, тени сгущаются, я чувствую, как надо мной витают духи смерти. Они знают, что сдать осталось недолго. Тя убить, что ли? Нужен мох, мох с подводных камней, око дня. Он исцеляет даже самые страшные раны. Окай. Так, ловкость сопротивления. И сопротивление, ловкость. Я думаю, вот, да, в принципе, в принципе, тут... Я даже не знаю, стоит ли. Легкий доспед. Не, у меня зелёнка есть. Зелёнка круче, наверное, как и всегда. Давайте попробуем, где этот мох, чтобы... Вот мох. Вот, нифига не видно. Мшистый камень. Выполнено! Мы взяли мох и принесли ему, чтобы он остался жить. Таким образом мы выполним квест. Упс, не туда. Так. Духи разгневаны. Кажется, они чувствуют, что сегодня решились добычей. Спасибо. Да, собственно, не за что. Стоимость... Да, что ж такое? Почему я икаю? Стоимость одинаковая, собственно говоря. Так. Сила, сила. Да нет, мне нравится то, что у меня. Хотя, может, там есть ещё что-то интересное? Нет, нету. Крохотный флакон с целебным зелем. Ну, вот это уже интересней. Так. Собственно, сейчас я быстренько вот так вот сделаю. Ага. 12.25. Ну, мы, кстати, уже почти завершаем стрим. Так. Я поговорю с братом, как только восстановлю силу. Он напрасно себя винит. Его битвы, которые... Точнее, его битвы, которые нужно принимать, есть те... Точнее, есть битвы. Чёрт. А есть те, которые лучше разбегать. Шайхота поступил как мудрый воин, а я как неразумное дитя. Отступая, вернее, спасая жалкие остатки своей шкуры, я обронил кинжал, символ нашей с братом клятвы. Должно быть, тварь добавила его к своим страшным трофеям. Если отыщешь его, отнеси Айсе, матушке Шайхоты, и скажи, что с её сыном, обоими сыновьями, всё хорошо. Но будь осторожен, чудовище наверняка всё ещё броит возле своего логглова. Да убьём ща его, не проблема. Сто пудов убьём. Красозубые... Красозубы. Поняли? Вот красозубые красозубы. Берём, подходим, тырим всю добычу. Всю, которую найдём. Вся добыча наша. Никто нам не мешает брать чужой лут, если он ничейный и никому не нужный. Правильно же? Я думаю, что да. Ха-ха-ха-ха. Прям аж комбо у меня выходит, отлично. Отыскать кинжал. Ну, пока, пока мне это не удалось. Я так полагаю, что всё-таки мне с... Ой, что-то они меня дамажат, неплохо так, я смотрю. С крысозубами, видимо, воевать придётся. Или с кем-то, с кем-то другим более... Более страшным. Вопрос только с кем. Ладно, это пока не имеет значения. Он его даже за деревом видит. Отлично. Так. Фига тут по-наупадало. Зря люди иногда не обыскивают. Ребята, совет, обыскивайте трупы. Я, конечно, понимаю, что у вас может быть там... Лучшее оружие. Ну, хотя бы продать можно. Вы сами видели, что я сейчас из чужой добычи поднял. Он такой довольно нехилый шмот. Так. А, в груди костей. То есть я, по сути, зря убиваю вот этих... Ещё мне надо где-то груду костей найти. А, вон груда костей, собственно. Собственно говоря, вот и груда костей. Всё, нашёл груду костей. А где мясник? Я тоже хочу убить мясника. Так. Мясника нету, да? Чё, правда? В зале же железа. Ну и ладно. Вот, насчёт снежного льва, да. Я, наверное, возьму снежного льва. Насколько я знаю, по идее, только фэра могут на нём ездить. И это плюс. Насколько я знаю, я могу ошибаться. Ещё раз я повторяю, что... Я не следил за игрой особо. Я знал, что она существует. Я знал, что... Что игра хорошая. Я даже более того, был ключ на УБТ. Я... Заходил туда. Но решил особо не играть. Ладно. Чё-то сейчас прям под фризы хорошенькие такие стали. Окей. Собственно говоря, я думаю, что для первого раза это более-менее нормально. Мы достигли седьмого левела. Выбрали вторую профессию. Кстати, давайте... Ну, почти уже даже восьмого. Можно, кстати, даже добить и получить восьмой левел. Промах, промах, промах. Падам неплохо мажут. У нас есть довольно, кстати, неплохие умения, я заметил. А ещё мы можем играть на инструменте. Вот, кстати, ещё мне нравится эта игра. Тем, что она, в принципе, сделана так же, как линейка. Но линейку я ненавижу. Ну, по определённым причинам. Сложно объяснять. А вот эта игра мне нравится. Она такая ламповая, прикольная. По-доброму сделана. Далеко не добрые игроки в российском... Точнее, в СНГ и России из тех, что играют здесь. Потому что за место ведения клановых войн, ну, или хотя бы... Войн раз, здесь ведутся войны между своими же, и свои же могут ограбить. Это, конечно, не очень круто и хорошо. Но это моё личное мнение. Крайне мере из того, что я знаю об этой игре. Ну, чё-то, кстати... Сколько нам там опыта надо набрать тут? Ну, просто... Не очень много нам дают за убийство... Этих охотников. В принципе, добить таким образом можно. Левел, в смысле. Пыль солнечного аксиума. Нафига нужна, непонятно. Но здесь штука нужная. В серой дымке оплатить славному поселению добром за госуприимство. Ха-ха! Мы получили. Мы получили опыт. Вот видите? Какие мы хорошие, всё-таки. Нам осталось чуть-чуть добить. Всё, кстати, вот сколько я наношу? Вот так вот 20 урона. А так 59. 69 даже. Сколько вот критом влетает? Неизвестно. Так. Ну, пока неплохо всё идёт. Я думаю, если Ялкин ещё сюда присоединится когда-нибудь, а я думаю, что он это сделает, потому что игру-то он, в принципе, скачал, то будет всё вообще просто зашибенчески круто. И так нам дали новое очко умений. Так, ледяная стрела. И волшебство. Ладно, мы подумаем об этом, скорее всего, скорее всего. Насколько я знаю, в следующей части, через пару минут, когда я сдам квест, я закончу, наверное, на этом с игрой на сегодня. Хотя, ну, на сегодня-то я на не закончу. Я, возможно, создам ещё одного персонажа и буду играть ещё им параллельно. Но об этом вы уже узнаете как-нибудь потом. На стримах же я буду играть за вот этого персонажа под ником Дезертир. Это будет охотник, это будет мой первый персонаж, единственный на данный момент. Впоследствии, возможно, я, как уже сказал, создам ещё одного. Но это уже будет впоследствии. Ну, пока. А пока так, как есть. Так, вот, кстати, мы там можем... Доска объявлений. Вот опять доска объявлений. Что она даёт? Я... Я не понимаю, что она даёт. Награда. Око дня. Священные земли и крысам на ней не место. Воины и охотники, поливая, очистить её берега от проклятого племени Мара. Окей. Ну, возможно, я это сделаю потом. Так. Я знал, что уважающий себя воин не пройдёт мимо приказа Мары. Если во время битвы с крысами, с крысиным племенем тебе попадётся хорошая кирка, она острая, незаражённая и приемнистая. Принеси её мне. Доброй охоты. За это мы получим наручи и крохотный флакон зелия. Хорошо. Что у нас, собственно говоря, имеется? Что у нас имеется? Солдатский пояс. Две штуки. И сапожки. Знаете, сапожки, кстати, получше, чем у нас. Поэтому мы оденем их. Лук Бога и Ветра. Что ещё? Что ещё? Что, 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 что ещё? Что вот это вот за... За пыль солнечного акьема? Я не знаю. Но зато у нас есть целых шесть монет. Это вот так много в кавычках. Ладно. В общем, все остальные квесты мы выполним. Кстати, завтра я постараюсь тоже сделать стрим. Тоже с утречка. Возможно, разберусь с подфризами. Возможно. Возможно, нет. Я не знаю. Будем надеяться, что разберусь. Как-то вот так. Вот. В любом случае, я надеюсь, что игра, в принципе, вам понравилась. Хотя, я думаю, что вы и так о ней знали. Но ещё раз показать её можно. Почему бы и нет. Итак. Мои мальчики живы! Это лучшая весть, которую может получить мать война. Больше вам не знать и не нужно. Окей. Спасибо, старушка. Рад был помочь, как говорится. Так. У нас скоро закончится инвентарь. Смыслено место в нём. Итак. Заклинатель. Больше, чем прощение. Не может быть. Неужели это призрачная песня? Легендарный лук Таяна Кельджита. Да. Я должен убедиться, что это он. Видишь? Мишень. Попробуй поразить её из этого лука. Ну окей. Мишень. Мишень. Хорошо. Где там этот призрачный? Стоп. Может мне его надеть опять надо? А, не, вон он ещё. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Хдыщ. Нет? Да что ж такое-то? Нет, я не хочу уничтожать предмет. Мне надо обязательно стоять вот тут. Чёртово дерево. О, заставочка. Неправда, я не туда целился. Так. Стоп. Куда делась мышка? Ладно. Грейл. Я явится избранной. И бог ветра вернётся, чтобы отдать ему свой лук. Пророчество сбылось. Пророчество? Какое пророчество? Пророчество, которое мы твердили про себя 2000 лет. Пророчество, которое обещает вернуть народу Ферле былую славу. Окей. Молодой воин вернулся в поселение, где встречался с Греллом. И заклинатель, увидев лук, велел испытать его. Воин потянулся за стрелой, но Грелл покачал головой. Призрачные песни стрелы не нужны. Тогда воин натянул тетиву, и лук запел в его руках. И сотканная из ветра стрела сама появилась между пальцами. И гордые Ферре упали низ, склоняясь перед избранным, которого они так долго ждали. Ееееее, я Нео. Так. Вот, все. Я вернул себе обратно. Будь осторожнее, повсюду враги. Хорошо. В общем, ребят, если вам понравилась эта игра... А, я надеюсь, что она вам понравилась. Черт, я выпил случайно микстурку. Ладно. В общем, если вам понравилась эта игра, не забывайте приходить на стримы подобные этому. Надеюсь, в следующие разы она будет намного лучше, нежели сейчас. А вот, давайте закончим это на хорошей мелодии. Всем спасибо, с вами был, как всегда, Дезертир. Всем удачи. Рад был показать вам такую замечательную, на мой взгляд, игру. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok